Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами снова вместе с передачей Объять необъятное. И сегодня настал черед поговорить о тех людях, которые первые встречаются с нашими жалобами. Когда болит горло, или когда болит голова, или повышается уровень артериального давления, мы обращаемся к врачу-терапевту поликлиники. Именно так называемое амбулаторное звено стоит на том рубеже, который затем и позволит либо попасть в стационар, либо выписать определенные рецепты. Это очень важный врач, врач-терапевт в поликлиническом отделении. И для того, чтобы рассказать о том, что делает врач-терапевт, как он работает, с какими чаще пациентами встречается, я позвала к нам в студию эксперта. Я сразу хочу сказать, что человек, врач, с которым вы сейчас встретитесь, провел уже очень много лет, работая именно практикующим врачом. И поэтому сегодня я с удовольствием представляю нашего эксперта. Это кандидат медицинских наук, заведующая поликлиническим отделением университетской клинической больницы номер 2 1-го Московского государственного университета имени Сеченова Попова Ирина Романовна. Ирина Романовна, нас сегодня смотрит очень много людей, врачей и, так сказать, людей различных специальностей. Как я уже сказала, все мы когда-нибудь, кто раньше, кто позже, кто чаще, кто там не очень часто приходят к врачу поликлинического звена. Вот вы, проработав много лет и, в принципе, возглавляя службу поликлиническую в такой большой университетской клинической больнице, что можете сказать? Действительно ли врач-терапевт это то первичное звено или тот барьер, который должен хорошо быть образован, который должен понимать, что такое терапевт? Это же практически все внутренние органы. Как вот вы считаете, кого вы отбираете к себе в поликлинику в качестве помощников? Действительно, Оксана Михайловна, вы подчеркнули, что роль терапевта в поликлинике, именно в первичном звене здравоохранения, очень важна. Если врач-терапевт квалифицированный, он сразу же определит, как тактически вести с этим пациентом. Надо ли лечить его амбулаторно, либо его надо срочно госпитализировать. Даже бывает и по скорой помощи. Либо это плановая госпитализация, либо просто требуется дообследование, и дальше уже подобрать лекарства и обсудить, как нужно вести себя пациенту. Поэтому, когда врач-терапевт квалифицирован, от этого очень много зависит. Безусловно, мы в своё поликлиническое отделение подбираем докторов, которые прошли обучение в нашей клинике. Они все имеют, обязательно прошли клиническую ординатуру, и многие из них имеют звание кандидата медицинских наук. Ирина Романовна, скажите, пожалуйста, меняется ли контингент пациентов, ну, я имею в виду по нозологическим формам, по болезням, которые приводят больного сейчас к врачу. То есть какие заболевания чаще всего приводят сейчас людей именно в поликлинику? Ну, поскольку наша поликлиника при многопрофильной клинике, то, естественно, это накладывает отпечаток и на тех пациентов, которые к нам обращаются. Но, безусловно, ведущее место, это всё-таки занимает сердечно-сосудистые заболевания. Очень возрос в последнее время контингент пациентов в то же время и с гепатитами, и в частности с вирусными гепатитами. Большая проблема сейчас, и, в общем-то, широкий пласт пациентов с нарушенными обменами заболеваниями, в частности с ожирением, с сахарным диабетом. Поэтому... Вот так немножко изменилось. И действительно, я хочу подчеркнуть, что и в зарубежных источниках, в зарубежных журналах, и в наших журналах подчеркивается, что есть ли всё-таки смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Их немного... Ну, у нас практически одинаково она идёт, но в Европе, например, она всё-таки снижается. Лучше мы научились диагностировать, например, острый инфаркт миокарда, лучше купировать гипертонический криз, то совершенно чётко во всех странах, во всём мире и ожирение, и сахарный диабет идут вверх. Ну, и зная о ваших научных интересах, знакомясь с вашими публикациями, я понимаю, что вот сама жизнь заставила вас заняться, что ли, или обобщить какой-то такой... Именно практический аспект работы пациента, который первый раз пришёл, у него есть лишние килограммы, при том не всегда он, например, понимает, что эти лишние килограммы – это проблема. Вот, Ирина Романовна, скажите, пожалуйста, с позиции профессионала, эти, казалось бы, немые, скрытые, лишние килограммы, на что они отражаются? На каких органах и системах человека можно увидеть вот это негативное их влияние? Проявление ожирения, в общем-то, многообразное, и, как мы говорим, заболевания, ассоциированные с ожирением, тоже многообразные. Причём их, с каждым годом, их проявление, или новая маска, или новое лицо ожирения, оно появляется новое, всё время новое и новое. Если раньше ожирение рассматривали как бы безобидную, скажем так... Даже как хороший признак, благополучие. Да, у некоторых народностей, в общем-то, полноватая женщина, она считается респектабельной, признаком достатка, хорошего самочувствия. Но, к сожалению, когда избыточный вес, он добавляется, причём растёт с каждым годом, присоединяются новые заболевания, потому что в первую очередь начинает страдать сердечно-сосудистая система. Сначала начинается с безобидных цифр повышенного артериального давления. Но, к сожалению, это всё становится цифрой всё выше, выше и выше. И причём отмечено, и даже на примере нашей поликлиники, что чем выше вес у пациента, то можно уже заранее, видя пациента, приблизительно сказать, какие цифры давления можно у него намерить. То есть явно выше, чем 120 на 80. Конечно, даже выше 140. Если это тяжёлая степень ожирения, то в основном это идёт уже выше 160 на 90. Даже независимо от возраста. Молодой это человек, или среднего возраста, или пожилой. Страдает желудочно-кишечный тракт. Повышается давление в брюшной полости. Часто у пациентов беспокоят изжога, срыгивание. Часто образуются камни холестериновые в желчном пузыре. Как мы говорим, образуется жирная печень. Появляется тяжесть в правом потребении. Чувство быстрого насыщения. Скопление газов в животе. И часто это бывают, вроде казалось бы, безобидными симптомы, но проявлениями, в общем-то, серьёзного заболевания. Страдает кишечник. Часто эти люди страдают запорами. Развивается, всё потихонечку спускается вниз. Дивертикулярная болезнь. Поэтому эндокринная система. Страда появляется у этих пациентов, присоединяется нарушение углеводного обмена, сахарный диабет. Поэтому... Думаю, что такой ещё отдельной проблемой мы, наверное, сегодня не сможем коснуться, потому что она, наверное, требует отдельной встречи, отдельной передачи. Это суставы этих пациентов, потому что совершенно чётко этим суставам носить определённую массу, лишние килограммы, они начинают изменять свою конфигурацию. С другой стороны, вот эти изменённые суставы начинают требовать, они начинают болеть. Пациент требует, его организм требует обезболивающих препаратов. Мы знаем такой термин, как НПВП, нестероидные противовоспалительные препараты, сокращённая аббревиатура НПВП. НПВП ассоциированы язвы. Поэтому у пожилых пациентов действительно часто мы видим и язвенную болезнь желудка, и язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки. Эрозивные гастриты у них очень часто. А это кровотечение. Да, это угроза. Угроза кровотечения. Таким образом, вот исходя из того, что вы сказали, Ирина Романовна, практически на теле тучного человека нет места, свободного от патологии. Нет, к сожалению, нет. При наступлении ожирения наступает заболевание на этого человека. Ирина Романовна, вот занимаясь этой проблемой пристально, при том, как бы, в виде огромный пласт пациентов, я знаю, что вы сейчас работаете над докторской диссертацией на эту тему, что вы можете сказать? Всё-таки ожиревшие пациенты, тучные гипертоники часто к вам приходят. Это мужчины чаще или женщины? Что у них с давлением? Что у них с уровнем холестерина? То есть для чего, мне кажется, нам стоит это обсудить? Для того, чтобы сейчас дать практические рекомендации тем, кто нас смотрит, как вы, ведь не отношусь ли, например, я к высокому риску и так далее. Вот давайте начнём с общего портрета типичного пациента, который приходит к вам с лишними килограммами. Ну, я бы не сказала, что болеют, допустим, или страдают ожирением чаще женщины или мужчины. Ну, приблизительно одинаково. Хотя это зависит от страны, от уклада, от бытовых разных особенностей. Да. Если возрастной состав взять, то чаще, конечно, мы видим пациентов тучных, особенно с тяжёлым ожирением, которые страдали избыточным весом уже в детстве. Особенно, ну, как бы выделен такой период 10, 13, 14 лет. Если у пациентов уже свыше в этом возрасте 5 килограмм, то они кандидаты на то, что они в возрослом возрасте будут иметь лишний вес. Безусловно, играет наследственность. Если посмотреть на родителей, да, что если у родителей имеется избыточный вес, то где-то в 70-73 процентов у детей тоже бывает избыточный вес. Это вот о чём говорит? Вы в своих выводах приходите к тому, что генетика играет? Или это всё-таки привычки какие-то? Медицинская общественность сейчас очень занимается серьёзным этим вопросом изучения. И в частности генетики. Но дело всё в том, что не выделено одного гена, который отвечал бы за развитие ожирения. Да, это множество генов, самокупность генов. Поэтому это, безусловно, наследственное заболевание. Есть наследственная предрасположенность. Если создаются благоприятные условия, в частности в семье, всё зависит от того, какие порядки заведены в семье. То, безусловно, если позволительно есть много, если позволительно есть за что-то, например, что это поступки какие-то поощряются вкусненькими продуктами, что если едят поздно, обильно, то это, безусловно, всё выразится внешними факторами. Скажется на килограммах. Да, скажется на килограммах. Значит, сейчас пока мы понимаем, что это, может быть, и мужчина, и женщина, что всё-таки это не пожилой человек. Если он не приобрёл лишние килограммы, ну, где-то лет до 45-ти, скорее всего, он их потом уже не наберёт. Потому что понятно стало, что основной возрастной ценз, когда происходит набор килограммов, это как раз пубертат. Да. Пубертатный период. Кстати говоря, в это время есть такая статистика, в основном решается вопрос, закурит человек или не закурит. Будет ли он курильщиком или не будет. Вообще удивительно. Возраст, когда, ну, головы практически нет. Ну, у очень малого количества подростков вот есть, да, план на жизнь. И в то же время, как много важных решений в это время надо принять. Во-первых, надо принять, каким ты будешь, тучным или не тучным, здоровым, нездоровым, будешь ли ты курить или ты не будешь курить. Чуть позже вопрос о том, кем ты будешь профессионально, это же половина нашей жизни, удовлетворённость в профессиональной сфере. И потом самый главный вопрос, с кем ты свяжешься свою судьбу? То есть партнёр и, соответственно, потомство, собственно говоря, наш главный биологический смысл. Да. Когда уже появляется голова и когда можно пользоваться неким опытом, можно сказать, поздно пить боржоми, потому что спутник уже есть чаще всего, ребёнок есть, лишний вес иногда всё же тоже есть, и курение тоже есть. Я хочу здесь вам возразить о том, что в любом возрасте никогда не поздно... Заняться собой. Заняться собой, да, посмотреть на себя с другой стороны, так сказать, себя полюбить. Это мы поняли. С какой жалобой чаще всего к вам приходят такие пациенты? На что они жалуются? Ну, наиболее распространённое заболевание, и частая, и первая жалоба у пациентов – это головные боли, повышенное давление. Они плохо себя чувствуют, у них повышенная утомляемость, они плохо начинают спать, они становятся раздражительными, причём непонятно. Вроде они считают себя здоровыми, но тем не менее им некомфортно, им становится некомфортно. Поэтому многие приходят и говорят о том, что я устаю. Раньше я выполнял тот же объём работы. Теперь я только прихожу домой, я сразу хочу полежать. И я уже устал. Когда начинается осмотр пациента, обращаем внимание на его талию. Так, то есть нужно сантиметр. Сантиметр. Вот давайте сейчас всем, кто нас смотрит, скажем, такой не то, что прям тест проведём, а попросим всех, кто смотрит нас, взять сантиметр и начать измерять свою талию. Здесь есть определённые особенности. Для того, чтобы измерить талию, во многих руководствах написано, измерьте талию на уровне пупка. Но пупок локально, он имеет очень, ну, как бы, разные локализации пупка в зависимости от строения. Поэтому не всегда можно на это ориентироваться, особенно у тучного пациента. Поэтому учёные посовещались и сошлись на определённом ориентире. Надо найти гребень подвздошной кости. Ну, грубо говоря, это косточка самая нижняя, которая может прощупываться на нашем теле. Это чуть ближе, что ли, к паховой связке. И это снизу ориентир. Сверху ориентир – это наша рёберная дуга. Собственно говоря, там, где последние рёбра – это ложные рёбра, двенадцатый и одиннадцатый ребро, которые прикрепляются к десятому. Это расстояние надо измерить, разделить его напополам, и именно на этом уровне измерить талию. И вот если ваша талия, дорогие друзья, у женщин больше 80 сантиметров, а у мужчин больше 94 сантиметров, это повод, ну, как минимум, обратиться к врачу Поповой Ирине Романовне, которая занимается этой проблемой. С другой стороны, прийти просто к какому-то врачу. Пожалуйста, сделайте это, не откладывая это на завтрашний день. Измерили талию, Ирина Романовна. Что дальше вы посоветуете таким пациентам делать? То есть, собственно говоря, такой алгоритм обследований, может быть, минимум, который должны пройти они? Значит, измерение артериального давления. Дальше. Такие пациенты должны сдать кровь обязательно натощак. Так. Часто у них изменяется уровень холестерина. А вот кровь какую? Клиническую, биохимическую? Ведь есть много градаций. Биохимический анализ крови. То есть надо посмотреть, как мы говорим, медики, липидный спектр. То есть уровень общего холестерина и его составляющих. То есть есть холестерин полезный, есть вредный, как они соотносятся друг к другу. То есть это подскажет, что происходит в организме. Значит, выяснив уровень холестерина, желательно надо сдать, да, посмотреть надо уровень креатинина. Потому что часто при ожирении страдает функциональное состояние почек. То есть это показатель, который холестеризует состояние почек. Да, состояние почек. Желательно посмотреть уровень мочевой кислоты, особенно у тех пациентов, которых стали беспокоить суставы. Потому что часто это сопровождается повышением уровня мочевой кислоты, отложением её в суставах и появлением болевых ощущений. Желательно посмотреть маркёры воспаления. ЦРБ, в частности, уровень фибриногена. Потому что они тоже изменяются, имеется склонность к их повышению. Ну, наверное, вот такой вот скрининговый обязательно снять электрокардиограмму. А ультразвуковое исследование брюшной полости, как вы считаете, всем надо делать или нет? Я считаю, что это должно... Ультразвуковое исследование органов брюшной полости надо рассматривать как скрининговый метод. Потому что у этих пациентов приблизительно, если это ожирение первой, второй степени, то свыше 70%, около 80%. А у пациентов с тяжёлым ожирением уже 98% есть жировая инфильтрация или дистрофия, как мы говорим, печени. Часто вовлечён бывает желчный пусырь. Образуются холестериновые камни. То есть такой пациент часто страдает желчнокаменной болезнью. У них часто выявляется билярный сладж. Осадок, то есть жил становится неоднородным. Она как бы выпадает в осадок. Нарушается её осмолярность. У этих пациентов также образуются как бы выросты на стенке желчного пузыря. Холестеромы. Они тоже содержат излишки жира. И всё это холестерин. А с поджелудочной железой? С поджелудочной железой она также реагирует, как и печень. Она становится жирной. Развивается стаатоз поджелудочной железы. Стаатоз как печени, так и поджелудочной железы. Это как бы первая ступень. Если этот процесс будет прогрессировать, он начинает мешать нормально функционировать печёночные клетки, гепатоциту. Появляются признаки воспаления. И где-то от 13 до 19%, 17% развивается стата гепатит. Плюс, если ещё воздействуют другие какие-то внешние неблагоприятные факторы. То есть приблизительно, если взять пациента с нормальной массой тела, то где-то у тучных пациентов в 7 раз чаще возникает гепатит, именно жировой стата гепатит, чем у пациентов без ожирения. Ну и следующая стадия – это развитие фиброза. Тоже происходит и в поджелудочной железе. То есть всё-таки ультразвуковое исследование, хотя бы форма, да? Обязательно. Форма плотная. Печень обычно увеличена плотная. Она может быть безболезненная при пальпации, при надавливании. Но тем не менее, есть признаки, она становится гиперэхогенной, как мы говорим. То есть есть признаки именно излишков жировых клеток. Ирина Романовна, скажите, в поликлинику к вам обратиться может любой человек? Что нужно иметь для того, чтобы прийти в поликлинику? Если возможно, то дайте телефон, по которому, в общем, можно обратиться, пройти это обследование или госпитализироваться. Поликлиника работает каждый день. Мы работаем в первой половине дня. В основном приём ведётся до 4 часов. Значит, записаться к нам можно как по страховому полюсу, так и по желанию пациента, то есть на платную консультацию. На платной консультации можно выбрать специалиста, можно выбрать кандидата на урок, можно заведующего профильным отделением, может консультировать профессор. Одновременно мы проводим ультразвуковое исследование органов брюшной полости. При необходимости можно сдать кровь. То есть, в общем, сделать тот небольшой минимум, тот небольшой скрининг, о котором вы говорили сейчас. Чтобы дальше уже тактически определиться, как помогать больному. Ну и, соответственно, вашу консультацию тоже можно получить уже после всех исследований. Ну и есть ли какой-то телефон регистратуры? Да, значит, телефон регистратуры у нас 499-248-69-91. Ирина Романовна, спасибо вам большое. Дорогие друзья, итак, сегодня вы поняли, что врач-терапевт, врач поликлинического отделения – это тот самый оплот, на котором держится решение о том, что будет дальше с вами. По каким как бы этапам поликлинической, амбулаторной, а затем и госпитальной помощи вы пойдете. Мы поняли, что надо иметь таких врачей очень хорошо образованных, потому что именно от них зависит зачастую судьба пациента. Ну а вам, дорогие друзья, еще раз тот алгоритм, который был предложен Поповой Ириной Романовной, нужно повторить, провести его на себе, обязательно посмотреть уровень холестерина, уровень артериального давления, измерить свою талию, и если что-то не в порядке, обратиться за помощью к специалистам. Сегодня вы узнали одного из этих специалистов, у вас есть контактные детали, поэтому не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, и традиционно берегите себя, и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok